Из автомобиля со специальной наклейкой Маша Губанеева с помощью мамы пересаживается в лёгкую и удобную коляску. Татьяна Спартаковна и Мария согласились стать героинями нашего сюжета о том, насколько приспособлен посёлок Шушенское для активной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Наш маршрут начинается от парковки около Дома культуры. Вот, допустим, банкомат. Вот банкомат. Если подойти к банкомату, конечно, этот банкомат нам недоступен, потому что никак не для нас. Ну что ж, зато у нас есть альтернатива, есть у нас Сбербанк, вот туда мы можем замечательно попасть. Там есть и хороший пандус, и специалисты, то есть там проблем нет. Диагноз девушки – ДЦП. Она всю жизнь прикована к инвалидному креслу и не понаслышке знает о том, как трудно таким людям вести относительно полноценную жизнь. С прогулками, походами в магазины, медицинские и развлекательные учреждения. Сегодня в самом центре посёлка мы хотим вместе с Машей попасть в расположенные здесь здания. Вот церковь, например, мы как православные, ну, хотелось бы, конечно, когда сам бываешь в храме, ну, знаете, благодать какая-то действительно наступает. Маша, скажи. Да, я согласна. Согласна. Вот сейчас строят новый храм, я надеюсь, что можно будет туда попасть уже, как-то продумают. Дальше приятный сюрприз. Самое культовое место нашего посёлка – музей-заповедник Шушенская – оказалось и самым комфортным для посещения людьми с ограниченными возможностями. У входа в здание главного офиса на уровне, удобном для колясочников, специальная кнопка. Нажав её, человек незамедлительно получает помощь охранника, чтобы въехать внутрь. Всё замечательно и принимают хорошо. Да, и мне там очень нравится. Замечательно. Часто бываем, кстати. Следующий пункт нашего недлинного маршрута – здание районной администрации. Теперь пойдём сюда. Пандус тут. Маша, посмотри, какой красивый. Пойдём Галину Владимировну проведаем. Спросишь у неё, как там по поводу путёвки. Въезд на удобный пандус загородила иномарка. Он даже не подумал, что это такое, что это для кого-то дорога. А пандус хороший. Скажи, Маша. Пандус очень хороший. Так. И поехали дальше. В помещении администрации человеку на инвалидной коляске доступны лишь коридоры первого этажа. При необходимости, конечно, нужно специалист спуститься и проконсультирует по интересующим вопросам. Одна из самых проблемных точек – получение бесплатной стоматологической помощи. Зубы болят и хоть умри, потому что условий нет. Как-то раз. Как-то раз. Заболел у меня зуб и пришлось. И папа с мамой меня тащили на второй этаж. Сейчас Маша предпочитает пользоваться услугами платного стоматологического центра, помещения которого оборудованы для инвалидов-колясочников. Ходили туда две недели. Ну, все было замечательно и отношения хорошие. Да, молодцы. Попробуем попасть к мировым судьям. Так, пандус говори. Пандус замечательный. Так. Дверь. Дверь. А вот дверь, тут надо еще проверить, пройдем мы сюда или нет. На помощь нашим героиням незамедлительно пришел пристав. Визит на судебный участок при желании не проблема. Въезд по пандусу в центральную аптеку колясочнику затрудняет узкая дверь. Подводим итоги нашего маленького путешествия. Самые приятные впечатления от посещения музея. Музей в этом плане очень отличился. Даже я сама удивилась, что у них появилась эта кнопка. Первый раз такое вижу. Это, конечно, очень здорово, замечательно и приятно, что о таких людях, как я, все-таки думают. Спасибо, что делается, но все-таки хотелось бы, чтобы они, если делают пандус, то они его делали нормально, а не так, как на почте. Там дверь откроешь, а зайти никак. Это же может с любым случиться. И в любой момент. Продолжение следует... Продолжение следует...